Руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова сообщила в своем телеграм-канале о работе самарских школ в понедельник 19 декабря. Все они функционируют в штатном режиме, но в связи с погодными условиями посещение детьми образовательных учреждений остается на усмотрении родителей. Если ребенок не пришел, то это не будет считаться пропуском по неуважительной причине. Новый материал изучаться не будет. В Самаре для некоторых категорий граждан действует услуга «Социальное такси». В рамках данной услуги осуществляется перевозка маломобильных граждан к социально значимым объектам общественного значения посредством специализированных легковых автомобилей. Оформить заявку можно по телефону 250-03-50, пишет Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. В преддверии новогодних праздников в Кировском районе продолжается благотворительная акция «Коробка новогоднего счастья». К акции присоединился заместитель главы района Вячеслав Роторс. Он положил в специальный бокс подарки, которые в дальнейшем будут переданы в больнице детям, находящимся на лечении в период праздников. Бокс для сбора подарков установлен в администрации района по адресу Самара, проспект Кирова, 157. В коробку можно положить новые игрушки в индивидуальной упаковке, констовары, книжки, конструкторы, пазлы, наборы для творчества и рисования. Принять участие могут все желающие. Ежегодно 19 декабря в России отмечается День снабженца. Всех причастных к празднику поздравляет в своем телеграм-канале администрация Красноглинского района и желает всегда и при любых обстоятельствах быть активными, положительно настроенными, знать все обо всем и где это все можно взять. Добра надежных партнеров, больших перспектив, замечательных планов и возможностей их осуществить. Стремитесь получать лучшее, будьте уверены в своих возможностях и пусть ваши дела идут только в гору, пишет телеграм-канал Красноглинского района.